Субботний эфир телеканала Радуга 3 начинает итоговый выпуск новости недели. Здравствуйте! Добрый вечер! С вами Надежда Щипакина и Дмитрий Сурков. В начале выпуска коротко о главном. Вывоз ТБО, отцыпка дорог, приближающиеся паводок. Таков общий список проблем, озвученных на этой неделе в ходе собраний граждан в поселениях района. Будет ли большая вода? Проблемы приближающегося половодия обсуждались на этой неделе в районной администрации. Они делали большое дело. В ходе семинара глав поощрили участников сельскохозяйственной переписи. Честь самарской сборной не уронили. Представители Сергеевского района выступили на соревнования в городе Бердск Новосибирской области. Подходят к концу традиционные сходы граждан в поселениях нашего района. Пришла пора отчитываться главам центральных населенных пунктов. В четверг сход был организован в Серноводске. Жители имели возможность задать интересующие вопросы не только главе поселения, но и Алексею Веселову. Для живого диалога свои двери гостеприимно распахнул местный Дом культуры. На встречу с сельчанами приехал и глава района Алексей Веселов, а также представители других служб и ведомств. Если в Сургуте сход прошел эмоционально и оживленно, то в Серноводске более спокойно. Вопросов у сельчан накопилось немало, но в начале собрания подвели итоги работы за 2016 год. Говорили о доходах, расходах поселения и демографии. Численность населения увеличилась за счет прибывших. Если у нас умерших много, родивших меньше, а прибывших у нас больше. К нам в поселение стали люди ехать. Это, наверное, сказано из того, что у нас жилье здесь в поселении на несколько уровней ниже, нежели в Суходуле, в Сергиевске. Поэтому к нам люди едут, покупают дома, частные квартиры. Люди едут с детьми, потому что жилье приобретается или на детские сертификаты. Звучали в отчете проблемы, которые требуют решения. Так, например, несанкционированные свалки. Мусор валят все и со всех сторон. Замечены даже случаи, когда пакеты с отходами жизнедеятельности, где попало, выбрасываются на ходу из автомобилей. Кроме того, в Серноводске самый низкий показатель по заключению договоров на вывоз ТБО. У 32% сельчан договора отсутствуют. И это, как правило, частный сектор. Неизменным атрибутом сельского пейзажа стали и собачьи свадьбы. Эта проблема становится особенно актуальной для весеннего времени. Как отметила Галина Чебоксарова, гулящие псы вовсе не бездомны. Эти своры представляют опасность, посему будет организован отлов. Тем, кому дорог домашний питомец, лучше держать его на привязи. Есть в жизни села в 2016 году, конечно, и положительные моменты. Серноводск занял третье место в спартакиаде поселений. Жители дома номер один улицы Ленина проголосовали на прошедших выборах лучше всех. Явка составила 97%. Велись в поселение работы по благоустройству. Активно проходили субботники, сажались цветы, обкашивались сорняки. И все это не без участия жителей. Люди не стали равнодушными, а наоборот, они более стараются проявить инициативу. Больше стараются помочь поселению, оказать какую-то посильную помощь, которая нужна. Отдельной темой для разговора стал 22-й дом по улице Калинина. Совсем скоро начнутся работы по его укреплению. Сейчас дом находится в предварительном состоянии. В Серноводске, с учетом карстового порода, это уже не первый дом и не первый объект, который попадает в такую ситуацию. Я считаю, мы оперативно сработали. Подготовлены все документы, проведено заседание областной комиссии, выделены средства в размере 17 миллионов рублей, которые будут направлены на укрепление несущих способностей жилого 80-квартирного дома. Вторым этапом мы будем запускать процедуру, связанную с ремонтом, с капитальным ремонтом этого жилого дома. И третье, мы собираемся выполнить благоустройство, в том числе и в этом квартале. Вторая половина схода была построена в виде диалога. Вопрос-ответ. Поднимались темы ЖКХ, пассажироперевозок, борьбы с алкоголизацией населения и продажа так называемой паленой водки. Многих интересовал вопрос ремонта дорог и тротуаров. Мы выходим в ремонт кварталов, это тоже впервые за долгий период времени. По ремонту и вообще по строительству новых дорог здесь, конечно, мы пока не можем здесь похвастаться, но здесь, еще раз говорю, подчеркиваю, что здесь все зависело и все было в руках жителей, тоже поселка Синанс. Мы предлагали, чем мы будем более активны, тем у нас будет большая вероятность получить денежные средства на капитальный ремонт дорог. Здесь явка по избирателям на выборы, прошедшие в сентябре прошлого года, она ниже, чем по району на 8%. Ну, это тоже, наверное, если мы не будем активно участвовать, да, население не будет, то, соответственно, и решать вопрос нам будет очень сложно. Еще один момент субсидий, которые район получает за выполнение определенных показателей, например, собираемость взносов за капитальный ремонт, в Серноводске она очень низкая, или долги населения перед ресурсоснабжающими организациями. Финансирование зависит от того, как необходимые показатели район будет выполнять совместно с поселением и, конечно, населением. Если взаимодействие налажено, то и будут дополнительные средства. Переосмысление в сознании жителей по сей день дается нелегко, завершая сход, подчеркнул глава района. Хочется, чтобы односельчане понимали, все зависит от активности и не только местной власти, но и населения. Работу же местной администрации оценили удовлетворительно. Оцепка дорог, работы по благоустройству, инициатива сельчан и многое-многое другое обсуждалось на этой неделе в поселении Захаркино. Там также прошел сход граждан, причем состоял он из двух частей. Сначала собрались жители Захаркино, а потом уже жители Сидоровки. 14 марта сход граждан состоялся в сельском поселении Захаркино, причем прошел он в двух частях. В 15.00 в самом Захаркино, а чуть ранее в 13.00 в селе Сидоровка. Сюда, в Сидоровку, чтобы подвести итоги 2016 года, собрались около 70 сельчан. Начинался сход с вручения благодарственных писем активистам поселения. Отдельно был отмечен местный вокальный ансамбль «Горница» за вклад в культурную жизнь Сергеевского района. В Сидоровке проживают более полутыщи жителей, что составляет половину от всего населения сельского поселения Захаркино. Причем достаточно большой процент составляют здесь работающие граждане. В своем отчете глава поселения остановилась на выполненных наказах жителей, озвученных в прошлом году. Среди них исполнение ремонта моста в сельском поселении Захаркино, отсыпка дорог в Захаркино к кладбищу и на Курско-Пензенской улице в Сидоровке. Состоялась рекультивация свалки при въезде в село Сидоровка. 180 тысяч рублей собрали захаркинцы на ограждение части места захоронения в Захаркино. Завершались же работы за счет получения субсидий от района за высокие показатели в социально-экономическом развитии. А также в Сидоровке, по просьбам жителей, заменили и дверные конструкции в местном храме культуры. Я обратилась с вопросом Беселова. Вот как раз у нас заседание было в августе, где-то 6 августа. Обратилась насчет двери. Прям моментально сделали крыльцо тут же и дверь поменяли. Быстро это не всегда качественно? Нет, чисто, качественно, сама все проверяла. Молодцы, сделали хорошо. Вот бы еще окна поменяли, но обещали еще. Бурно прошел 2016 год для Сидоровки в части благоустройства и проведения субботников. На площади почти 80 тысяч квадратных метров силами 500 сельчан и 14 единиц техники Прошли дни чистоты и озеленения. В итоге Сидоровский храм занял первое место в районном конкурсе «Сергиевск в цвету». Но теперь жители жаждут продолжения улучшения ситуации. Паводок вот будет, весь мусор, грязь будет течь по деревне, какая есть. Потому что вот эти ящики под мусор поставили без крышек. Ветер дует, мешочки летают и все остальное, как всегда. Что нужно делать? Крышки сделать хотя бы на мусорные ящики, чтобы по деревне все это минимум помойки не летали. Финальной частью отчета руководства поселения стало напоминание сельчанам о правилах поведения в период паводка, который в Сидоровке всегда проходит бурно. А главными задачами для себя Сидоровка сегодня видит дорожные работы, благоустройство родников и повышение собираемости налогов, а также платы за жилищно-коммунальные услуги. Начинается 2017 год. О его итогах мы поговорим ровно через год на таком же сходе граждан. Екатерина Фарисия Ермакова, Руслан Зубарев для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Основные проблемы, с которыми сейчас сталкиваются жители Елшанки, это вывоз твердых бытовых отходов и предстоящий паводок. К последнему, по словам местного главы Сергея Прокаева, поселение готово. Это он озвучил в ходе очередного собрания граждан, которое состоялось на этой неделе. 15 марта сход граждан состоялся в селе Елшанка. Услышать итоги минувшего года и получить ответы на вопросы собралось около пяти десятков жителей. Глава поселения выступил с отчетом, в котором рассказал присутствующим о проделанной администрации работе и сообщил о поставленных на 2017 год задачах. В первую очередь, в своем долгом считали вести постоянную работу по благоустройству памятников и обелисков, памятников участников Великой Отечественной войны. В 2016 году, в 71-м годашине Победы Великой Отечественной войны, при поддержке администрации района отремонтирован памятник в селе Морковское, сделан косметический ремонт обелисков в селе Елшанка. Территории памятников приведены в порядок. На сегодняшний день для сельского поселения наиболее остро стоит тема приближающегося паводка. Из-за большого количества осадков, выпавших этой зимой, во многих местах ожидается большой подъем воды. Не станут исключением и села Чекалина, Елшанка и Большая Чесноковка. Однако, как сообщил глава, сегодня меры уже приняты и поселения к паводку готовы. Спасательные службы созданы, а система опривающая есть в каждом населенном пункте. Техника налажена, запас топлива имеется. Лодки в наличии имеем. Я думаю, что все паводы проведем достойно. Еще одной немаловажной темой стала проблема вывоза ТБО. Глава обратился к жителям с просьбой соблюдать чистоту и порядок на улицах, выпрасывать бытовые отходы на временную свалку и пообещал решить этот вопрос в ближайшее время. Я думаю, эта проблема в этом году решится. Будут установлены контейнерные площадки селок поселения. Помимо главы поселения, сход посетили и представители районной администрации. Одним из заключительных стало выступление директора Центра общественных организаций Сергеевского района Евгения Гришина. В своей речи он поддержал тему проявления гражданской инициативы. Стал очком к ее активному обсуждению. Как уже известно, стало послание губернатора Самарской области по вовлечению населения в решение вопросов местного значения. Валентина Поликарпова, Антон Иванов, информационная служба телеканала «Радуга-3». В зале администрации состоялся очередной семинар с участием глав сельских поселений. Обсуждались различные вопросы, вручались грамоты и благодарственные письма. Не обошли вниманием собравшиеся тему благоустройства, подготовку к лыжным гонкам, а также отметили самых активных участников сельскохозяйственной переписи. 15 марта семинар для глав поселений начинался с подведения первых итогов сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году с 1 июля по 15 августа. Такая перепись за 100 лет проводится лишь 5 раз, а в новейшей истории России случилось только дважды. Это отдельно подчеркнул первый заместитель главы Сергеевского района. Сельхозперепись 2016 года отметилась повышенной нагрузкой на службу статистики. Больше, чем обычно, было адресов на каждом из специалистов. Работа шла, в принципе, более интенсивнее. Это оценило и руководство Федеральной службы статистики, медали от имени которого получили 15 марта сразу несколько наших земляков. Полтора месяца на природу на работу. Народ у нас хороший, работящий, добродушный такой наш, приветливый наш. Есть, конечно, проблемы, моральная поддержка нужна. А также отметила причастных к сельхозпереписи 2016 года и руководство Сергеевского района. От имени главы муниципалитета были вручены благодарственные письма переписчикам и представителям организации, сотрудничавших со службой статистики. Перепись мы завершили на три дня раньше установленного срока. То есть мы ее завершили не 15-го, а 12-го. Все переписчики уже отчитались о том, что перепись проведена. Материал переписи очень был хорошо выполнен переписчиками, что отмечается не только, скажем, мной, но и саморастатом, который принимали и сканировали дальнейшим данные переписные листа. И в отличие, скажем, от предыдущих переписей. Вторым вопросом повестки дня семинара для главпостелений стало обсуждение грядущего общерайонного субботника и дней чистоты в поселениях. Месячник будет проводиться в период с 7 апреля по 19 мая. Общерайонный субботник пройдет 14 апреля и 5 мая. К слову, в районе даже предлагается провести тематическое оформление фасадов зданий на тему празднования годовщины Победы. Ежегодно в такую работу интенсивно включаются не только коммунальные службы, но и многочисленные организации, работающие на территории Сергеевского района. Их списки сегодня уточняются. Руководство муниципалитета сделало особый акцент на участие в субботнике активной общественности. Процитировать слова президента, губернатора все больше и больше. Роль будет отводиться общественным институтам. Становится более доступной власть и по интернету, и общественные приемные и так далее. Активность общественности здесь будет необходима. Чтобы вначале все-таки вопросы изучить внутри, в общественности, какое-то мнение изучить, а нужно ли это, а что вы вообще хотите. И только после этого власть должна принимать какие-то решения, то есть двигаться на своем вопросе благоустройства, здесь тоже общественность должна максимально принять участие. Финальным вопросом семинара для глав поселений стала тема подготовки Сергеевского района к проведению ежегодной районной спорта-киады. Традиционно в ней принимают участие все 17 поселений муниципалитета. Кроме того, на семинаре упомянули проведение сходов жителей, формирование активов в сел. Ведь все большая роль отводится сегодня государством здравомыслящим, активистам и равнодушным сельчанам. Екатерина Фарисея Ермакова, Дмитрий Сурков для информационной службы телекомпании «Радуга-3». Март. Время самой серьезной подготовки к большой воде. На этой неделе в администрации обсуждали готовность муниципалитета к предстоящему половодию. Основное внимание было уделено тем поселениям, которые находятся в так называемой зоне риска. Поднимались темы информированности населения, а также качество поставляемой воды во время половодия. Месяц назад на аналогичном заседании главам поселений и не только были обозначены мероприятия, которые необходимо провести. Настало время отчитаться. Так, порядка 10 населенных пунктов района могут пострадать от половодия этой весной. Сергеевская, Боровка, Нероновка, Чекалина, Большая Чесноковка, Верхняя Орлянка, Захаркино, Сидоровка, Черновка. Не допустить самого худшего развития событий – задача номер один. Сегодня уже организовано круглосуточное дежурство на территории поселения. Установлено 5 пунктов наблюдения. Два в селе Боровка. Непосредственно там СОК, как бы он не актуален, вроде бы по прошлым годам подтопления. Там большая вероятность – это река Боровка. Значит, установлено 2 пункта наблюдения по населению река Боровка и на гидротехническом сооружении выше села Боровка. И 3 селя Сергиевск на озере Банна. И также наблюдается река СОК. Данные будут передаваться уже с началом подъема. Первый подъем был здесь небольшой на озере Банна – 30 см. Но когда уже начнется спалка, то есть 7 и 7.20 утра и вечером также. Установлен постоянный контроль за состоянием ледового покрова на реке СОК и воде Рыбанны. По словам главпоселения, проведены профилактические беседы с населением. Подготовлены пункты временного содержания к приему и размещению населения. Осмотрены водопропускные и гидротехнические сооружения. Плавсредства и техника также готовы. Еще один немаловажный вопрос – качество питьевой воды, поставляемой населению в период паводка. Ежемесячно будем осуществлять поставку с цельномага жидкого хлора, потому что на время паводка идет личный расход. Население будет информировано, все традиционно через средства массовой информации на время паводка. Поэтому материалы, по отношению к нам, материалы у нас все оплачены и приобретены. Достаточно? Достаточно в количестве, да. Проверкам службы Роспотребнадзора подвергнутся и дополнительные источники водоснабжения. Согласно же прогнозу, с 20-х чисел марта начнет меняться температура воздуха. Плюс будет как в дневные, так и в ночные часы. Высота снежного покрова на сегодняшний день в среднем по области составляет 44 сантиметра. Имеются места, где доходит до 72. Почва промерзла более чем на полметра. От 19 до 43 сантиметров толщина льда на водоемах. Вскрытие рек планируется в рамках среднемноголетних дат в конце третьей декады марта, начало первой декады апреля. Ожидается, что уровень обводненности рек будет у нас больше. Средняя высота подъема у нас составляет, на основном многолетних наблюдений по бассейну реки Сок, 476 сантиметров. Ожидается у нас в районе 5 метров. То есть 4,95 метра. Это уровни не критичные для нас, но тем не менее будет находиться ситуация под особым контролем. Помимо этого поднималась на заседание тема безопасности, особое внимание к оврагам, ямам. Все, что может быть заполнено талой водой. В таких местах очень часто любят играть дети, тем более, что скоро школьные каникулы. Следить за этим нужно в оба глаза, дабы избежать несчастных случаев.